Что такое репофы? Репофы это так называемые коллекции подражателей, клоны популярных проектов. Например, у Bord API Club очень много клонов. Ну вот, как пример, одни из них. Видно, что они похожи. Опять же, тематика обезьян. Например, на криптопанков тоже бастарды есть коллекции. Ну, по сути, тоже пиксельные панки, просто уже другие. Ну и давайте рассмотрим перспективность таких коллекций. Покупка в долгосрока. Купится ли она? Ну и, по сути, ответ достаточно назначенный. Это коллекция репоф. Она никогда не произойдет коллекцию оригинал. Ну и здесь следует разделить два таких момента, два нюанса. Первое, это когда мы говорим о коллекции, которые, ну, видно, что на 90% она копирует коллекцию оригинал. Вот, ну и в данном случае коллекцию такую стоит рассматривать только исключительно на флип. Ну, быстро или долго это уже получится, но в любом случае именно только флипы. То есть, купил и тут же продал в свой какой-то небольшой профит плюс. Ну и второй момент, нюанс, это когда берется за основу какая-то, ну, идея. В данном случае это животные, ну, и обезьяны. Например, AppKids Club. То есть, они взяли за основу обезьян, но назвали именно вот, подошли через детей. То есть, детки обезьянок встречаются, да. Вот так они выглядят. Вот, соответственно, тематика, казалось бы, та же обезьян, но уже, тем не менее, ну, данную коллекцию сложно уже назвать репофом, потому что она все-таки изменена и, ну, по сути, является в своем роде уникальной. Ну, и тем не менее, мы все равно видим сейчас floor price 0.2 эфира, хотя в какой-то момент поднимался до полтора, кажется, может даже побольше. Также есть, например, коллекция вот жены обезьян. Ну, она себя чувствует чуть получше 0.52 эфира floor price сейчас. Но, тем не менее, то есть, это не бояки Bord API Club, да, которые стоят под 100 эфиров. В общем, какой вывод из всего этого? Никакая коллекция подражателя, она не сможет превзойти и даже близко подойти к своему оригиналу, который она копирует. Для того, чтобы преуспеть, нужно создавать что-то свое, что-то уникальное. И это может быть, либо же вы создадите какого-то нового существа, скажем, там, двухвостого, рогатого, да, с пятью глазами, условно. Либо, что по мне сработает лучше, это взять какую-то тематику, которая есть сейчас. Ну, и сейчас мы видим тренд на двуногих. И, соответственно, для меня до сих пор вопрос, почему, скажем, нету качественных и, ну, вышедших на такой уровень, скажем, в 10 эфиров пришельцев. Это первый и второй, это рыцари. То есть, сделать под такую тематику. Ну, рыцари можно там либо круглого стола, либо просто рыцари крутые. Потому что сейчас роботы, ну, это уже занято, скажем, ну, не роботы, трансформеры, мекаверсом, да, проектом. Вот так они выглядят. Вот, но много-много еще ниш незанятых, даже с двуногими. Ну, про животных я уже не знаю, потому что сейчас тренды меняются. И, по сути, ну, у обезьян это уже бояки, у собак там тоже есть своя коллекция, у кошек тоже кулкается, ну, и так далее. Ну, и плюс этот зоопарк уже немножко приелся, поэтому мы сейчас переходим именно на людей, на двуногих существ. Да, была коллекция на флоу от Бена Маура с пришельцами, ну, называлась Evolution, эволюция. Но все-таки это флоу, и плюс она не стала такой популярной, не приобрела популярность. Ну, потому что, опять же, все-таки флоу, блокчейн еще не такой развитый, ну, масса adoption и не пахнет пока что, если говорить именно про NFT. Ну, потому что там, по сути, только NBA TopShot, сейчас там UFC, если на флоу еще тоже будет запускаться, ну, и все. Короче говоря, смотрите, что-то в сторону уникального. Что еще не было на рынке в плане рисовки, в плане самой картинки, кто там что изображено. Ну, и если все-таки берете рипов, то рассматривайте их в первую очередь для быстрого флипа. То есть купил, продал. А на этом у меня все. Надеюсь, было полезно. Подписывайся на мой Twitter, Telegram, заглядываем на коллекцию. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok